Всем привет, друзья! В майском обзоре смартфонов я вам рекомендовал Lenovo Zag Z2. Посмотрев свой обзор, я решил его купить. Итак, вот он у меня в руках. И теперь я вам расскажу о нем поближе. Экран у данного гаджета 5 дюймов, Full HD. Корпус смартфона маленький, он компактный. С двух сторон стекло. Тут, говорит Lenovo, сплав особый, но на вид это пластик. В принципе, смартфон приятный на ощупь, но очень скользкий. И поэтому я решил к нему купить еще чехол. Меня в нем привлекли следующие качества. У него 4 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR4, 64 пользовательской, из которых доступно пользователю, ну, мне было доступно, 52 гигабайта. Процессор у него Qualcomm Snapdragon 820. У него 4 ядра, но это не мешает ему быть мощным. Камера у него 13 мегапикселей. Может снимать в 4К видео. Батарея у данного гаджета 3500 мАч. Рамки вокруг экрана очень маленькие. Их почти незаметно. Вот сейчас мы посмотрим на это, как она снимает. Сейчас меня снимает камера Lenovo A916. А теперь я переключаю на камеру Lenovo Zag Z2. Теперь меня снимает камера Lenovo Zag Z2. Вы, наверное, заметили разницу между двумя камерами. И вот эта камера, которая сейчас снимает, на 13 мегапикселей. Фронтальная на 8. Она может снимать 4К. Основная. И замедленное видео. 120 фпс, 240 и 960. Также камера может снимать и быстрое видео. Как вы слышите, звук идет с той камеры. Фотографии на нем в светлое время суток получаются шикарные. Чем темнее, тем хуже. Сейчас вы можете посмотреть примеры фотографий и видео. Фокусируйся. У данного гаджета 4 гигабайта оперативной памяти, что позволяет ему легко переключаться между ранее открытыми приложениями, не сбрасывая их. Сейчас я вам это продемонстрирую. Смотрите, сколько у меня приложений открыто. И мы можем свободно переключиться. И оперативная память большая, и можно сделать вот так. И дальше листать. И переключаемся на секундомер. Он работает. Можем переключиться на хром. Все тоже работает. Калькулятор. Смартфон встроена удобной кнопкой U-Touch. Так она называется. В нее встроен сканер отпечатка пальца и другие прочие кнопки. К примеру, недавнее приложение. Назад. Домой. И можно выдвинуть шторку уведомлений. Вот. Выключить экран. Также смартфон хорошо работает с дополнительными гаджетами. К примеру, у меня сейчас на руке Xiaomi Mi Band 2. На смартфон можно скачать приложение фирменное Mi Fit. И оно показывает, сколько пройденных шагов, метров, сон, какой был. К примеру, время сна, начало сна, пробуждение, медленный сон, быстрый сон. Все удобно показывать. Также можно включить такую функцию, что когда вам звонят на телефон, через 3 секунды браслет начнет вибрировать. Можно включить будильник. Можно включить, чтобы на часы приходили уведомления на браслет. И оповещение о бездействии. То есть, если вы долго сидите, браслет начнет вибрировать. На экране будет картинка то, что вставай, Мол, двигайся, иди. Также можно включить, когда подносишь его рядом, то включается экран, разблокируется. Ну, и все. Ну, кстати, в приложении еще можно цель выбрать, сколько шагов пройти и так далее. Показывает шагов в среднем, сколько километров вообще прошли и сколько целей достигнуто. Теперь про плюсы и минусы. На данном аппарате изначально стоит кривая прошивка. Она также не русифицирована. Теперь про камеру. Камера снимает не очень при слабой освещенности, но когда светло, то она снимает шикарно. Может немного конкурировать с флагманами прошлого года. Данный аппарат можно перепрошить, благо на ФОПДА много кастомных прошивок. И даже есть на основе официальной Android 7.0 и она русифицирована. Данный аппарат является очень производительным, что за свою цену очень даже редко. В нем стоит процессор, под который все приложения стараются оптимизировать. Слушай. У него 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта, камера на 13 мм пикселей, фронтальная на 8 мм, умеет снимать в 4К, флагманский процессор и он мощный. В общем, я вам советую брать данный гаджет, если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь при прошивке. Тогда он может конкурировать с другими очень дорогостоящими гаджетами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok